География турнира с каждым годом все шире, а статус все прочнее. Участники из Краснодарского окрая, Липецкой и Влагоградской областей, Карачаева Черкесской республики, Республики Дагестан и других регионов России, а также Азербайджана и Казахстана разыграли в Анапе комплекты медалей. Среди юношей и девушек за звание победителя турнира в различных весовых категориях боролись дзюдоисты 1998-1999 и юноши 2000-2002 годов рождения. В церемонии торжественного открытия приняли участие представитель делегации Севастополя Армен Мамулян, начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Ткаченко, вице-президент Анапской федерации самбо и дзюдо, депутат ЗСК Николай Иванюшкин и другие почетные гости. Я очень хочу, чтобы вы, подрастающие поколения, помнили эту историю и делали все воздействие, чтобы город воинской славы Анапа развивался, развязался и слава ему, спортивная слава об этом городе распространялась не только у нас в России, но и в Курбитове. Каким бы сильным ни был состав участников на родном татаме анапские борцы, спортсмены детской юноческой спортивной школы номер 4 без медали не остаются. В первый соревновательный день были разыграны комплекты наград в шести весовых категориях у юноши и трех у девушек. Золото турнира отправилась в Липецкую область, Азербайджан, город Туапсе, республику Адыгея. Золото в категории 46 килограмм остается в Анапе. Медаль высшей пробы завоевал воспитанник дюш номер 4 Александр Бурмистров. Сейчас Саша уже готовится представлять родной город на первенстве России по самбо. Второй раз подряд выиграл. В прошлом году тоже было очень тяжело. И уровень очень хороший. Парни растут. Тяжело было очень. Серебро удалось завоевать анапчанина Руслану Аскерову. Почетные третьи места – воспитанников дюш номер 4 Даниила Вайнбергера и Евгения Степанюка. Медалями и почетными грамотами наградили также тренеров-наставников тех ребят, что завоевали медали высшей пробы в рамках турнира. Среди анапчан награжден тренер-преподаватель дюш номер 4 Матвей Дурнаян. Субтитры создавал DimaTorzok